Музыка Уважаемые коллеги, со времен Карибского кризиса мир ни разу не подходил так близко к началу Третьей мировой войны, которая имеет реальные шансы стать ядерной и как следствие катастрофической для всего мира. Главная причина тому политика США на международной арене, которая по сути своей имеет агрессивный и деструктивный характер. Если посмотреть внимательно, то будет очевидно, что Соединенные Штаты на протяжении всей своей истории постоянно принимали участие в войнах, интервенциях и карательных операциях. Подавляющее большинство вооруженных конфликтов – это, как правило, прямая агрессия против независимых государств. Любые вооруженные действия Соединенных Штатов и его союзников в любой точке земного шара приводили, как правило, к многочисленным жертвам среди мирного населения, к разрушению инфраструктуры и, как следствие, погружению целых государств в хаос – Югославия, Ирак, Ливия, Сирия, Афганистан – примеры агрессивной и деструктивной политики США. Только за последние десятилетия. Приведу статистику. В результате бомбардировок Югославии Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО число погибших среди мирного населения составило свыше 1700 человек, в том числе почти 700 детей. Порядка 10 тысяч получили серьезные ранения. В безвести пропавших, по данным ООН, числилось более 800 человек. В результате военного конфликта, начавшегося с торжения сил США и их союзников в Ирак, с целью свержения режима Саддама Хусейна, потери иракского мирного населения и вовсе не могут подсчитать. По разным данным, составляют от сотни тысяч до полутора миллиона человек. В 2011 году в результате военной интервенции тех же США и его союзников в Ливии был свергнут лидер ливийского государства Муаммар Каддафи. Итоги этой военной интервенции определили в дальнейшем нестабильную ситуацию как самой Ливии, так в целом в регионе. Из Ближнего Востока хлынули миграционные потоки. Военная интервенция в Ливию под предлогом якобы защиты гражданского населения привела к гибели 380 тысяч ливийцев, к хаосу, гражданской войне, активизации деятельности террористических организаций, воюющих сегодня в том числе и на территории Сирии. За 6 лет гражданской войны в Сирии, спровоцированной США и их союзниками, было убито более 320 тысяч человек, чуть меньше половины из которых более 96 тысяч мирное население, из которых 17 тысяч 400 детей. Государственный переворот в Украине произошел при непосредственном участии спецслужб США, в результате чего получили там фашистскую власть. Как следствие, агрессивная политика властей Украины, направленная на уничтожение исторической, культурно-экономической основы Донбасса, которую кроме как геноцидом назвать никак нельзя. С начала 2014 года в результате варварских обстрелов городов и поселков Донецкой и Луганской народных республик, даже по оценкам ОБСЕ и ООН, было убито около 10 тысяч мирных жителей. По данным официальных лиц Донецкой и Луганской народной республики, погибло более 50 тысяч. Вывод можно сделать один, что самая главная страна-агрессор в мире – это США, которая очень часто под надуманным предлогом проводит военные операции, грубейшим образом нарушая нормы международного права. Все, что зреет сегодня в районе Корейского полуострова, ориентировано не только против КНДР, но и против России и Китая в том числе. Напомню, что ударная группировка военно-морских сил Соединенных Штатов Америки во главе с атомным авианосцем Карлом Винсон направлена к восточному побережью КНДР. Действия США в районе Корейского полуострова могут иметь крайне серьезные последствия, если будут нанесены ракетные удары по КНДР. Как бы американцам не нравилось, но Корейская Народно-демократическая республика избрала самостоятельный, независимый путь своего развития – строить свою внутреннюю и внешнюю политику, исходя из своих национальных интересов, при этом нисколько не угрожая своим соседям, не навязывать свою идеологию и политическое мировоззрение. В составе различных делегаций мне довелось не раз посещать Корейскую Народно-демократическую республику. Каждый раз я убеждался, что трудолюбивый народ этой страны, живущий по идеологии Чучхе, искренне желает мира, считая, что это единственным залогом успешного динамичного развития. КНДР действительно с каждым годом преобразуется, строятся новые заводы и фабрики, возводятся современные жилые комплексы, открываются образовательные учреждения и объекты здравоохранения, развивается высокотехнологическая отрасль. С 2012 года Корейская Народно-демократическая республика вошла в клуб космических держав, запустив в космос четыре спутника, это при том, что страна находится в изоляции. К сведению любителей покритиковать, хочу сообщить, что Ким Чен Ын – высокообразованный человек, имеет широкий круг познаний практически во всех областях. Еще хочу особо обратить внимание, что руководство Корейской Народно-демократической республики и лично Ким Чен Ын крайне внимательно относятся к нуждам народа и к будущим поколениям, создавая необходимые условия для бесплатного образования, бесплатного здравоохранения, обеспечения жильем граждан своей страны. Естественно, для защиты своего мирного труда руководство КНДР делает все, чтобы укрепить обороноспособность своей страны. Единственная задача, которая стоит перед вооруженными силами страны – успешно противостоять любым попыткам внешней агрессии. Подтверждением тому является то, что за последние десятилетия вооруженные силы КНДР не принимали участие ни в одном из вооруженных конфликтов. В отличие от них, Сеул совместно с Вашингтоном проводит регулярно провокационные военные маневры простыми учениями, которые назвать трудно. Чтобы понять агрессивный характер этих военных игр, достаточно перечислить отрабатываемые на них действия. Первое – нанесение превентивного ядерного удара по КНДР, высадка десанта и захват Пхеньяна, уничтожение северокорейского руководства и, наконец, полная оккупация страны. По сути, несколько раз в году в Южной Корее проходит генеральная репетиция вторжения на север. В этих условиях КНДР вынуждена развивать свою ракетно-ядерную программу. Напомню, что в 1993 году КНДР объявил о своем выходе из договора о нераспространении ядерного оружия после конфликта с МАГАТЭ по ядерной программе КНДР. Все, что происходит вокруг Корейского полуострова, не может нас не волновать. Еще с 1949 года нас с КНДР связывают тесные, исключительно дружественные связи. Мы не раз приходили на помощь друг другу, поддерживали в любых самых сложных ситуациях. И сегодня эти связи успешно развиваются и углубляются. Мы регулярно обмениваемся парламентскими делегациями, часто бываем в КНДР, принимаем участие в праздновании исторических дат и событий, чему во многом способствует работа депутатской группы Государственной Думы по связям с парламентом Корейской Народно-Демократической Республикой. Особенно часто такие встречи проходят на уровне межпартийных связей между КПРФ и Трудовой партией Кореи. Я хочу напомнить, что 24 марта 2014 года был подписан договор о сотрудничестве между КПРФ и Трудовой партией Кореи, которая положила начало нового этапа взаимоотношений, стал прочной основой для дальнейшего углубления и расширения многосторонних связей между двумя братскими партиями. Все это диктует необходимость пригласить в Государственную Думу представителей парламента Корейской Народно-Демократической Республики, что позволит лучше представить сложившуюся нынешнюю ситуацию, жизнь корейского народа, проблемы, которые его волнуют, а также наметить действенный конструктивный план дальнейшей работы. Тем более, что деятельность нашего посольства Корейской Народно-Демократической Республики, чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации, Александра Ивановича Мацигоры, способствует успешной реализации таких планов. Александр Иванович удивительный человек. Он уже 40 лет работает в Корее и за все эти годы провел огромную работу по укреплению дружественных связей между нашими странами. В Киньяне действует православный храм Московской Патриархии, построенный по инициативе Ким Чен Ына, куда приходят не только представители нашего посольства, но и представители других дипломатических миссий. В КНДР самые востребованные к изучению из иностранных языков – это русский язык. С большой любовью в КНДР относятся к русской культуре и искусству. Должен отмечить, что работники посольства делают все, чтобы сохранить богатые традиции советской дипломатической школы. КНДР – наш дальневосточный сосед. Вполне естественно, что добрососедские отношения в первую очередь предполагают взаимное желание помогать и поддерживать друг друга. В сложившейся ситуацию эта помощь нашим корейским друзьям как никогда необходима. Призываю руководства Российской Федерации, депутатов обеих палат оказать трудолюбивому мирному корейскому народу помощь и поддержку.